Никогда не думал, что останусь живым. Вот этот оставшийся 150 метров, когда мы подошли к Крихстагу, на всякий случай я развернул угол, нижний угол флага, написал номер нашего подразделения, 674-й стрелковый полк, и записали свою фамилию Булатов Пашкарбаев. Гриша, сидевший рядом со мной, говорит, правильно, товарищ лейтенант, написали, что действительно нас убьют, и никто знать не будет, кто мы такие, откуда. Я сказал, нет, Гриша, нам некогда умирать, мы не должны умирать, мы должны, как при любых обстоятельствах, доставить этот красный штурмовый флаг в Крихстагу. И при том надо добиться так, что первым дойти. Красный флаг на Рейхстаге вдохновил уставших бойцов, и отряды бросились в бой с новыми силами. К утру Рейхстаг был полностью взят. 3 мая 1945 года Кошкарбаев и Булатов были выдвинуты на присвоение высоких званий Героев Советского Союза. Однако высокого звания Героев ни Кошкарбаев, ни Булатов так и не получили. Сталин лично дал команду отказать. Именно с такой формулировкой были отклонены заявленные наградные листы. Более того, имена Кошкарбаева и Булатова вычеркнули из этой истории, заменив их на другие – Егоров и Контария. Они тоже водрузили флаг над Рейхстагом вот только гораздо позже. Но на протяжении всего советского периода и долгие годы после него мы не знали правду. Почему все же подвиг нашего соотечественника не был признан и кем был на самом деле Рахим Жан Кошкарбаев? Сегодня расскажем.